В прямом эфире новости сейчас в студию Сергей Луговский. Здравствуйте. Беларусь готовится ко Дню Независимости 3 июля 44-го. День, который определил судьбу нашей страны. В память о событиях Великой Отечественной к подножию монументов и мемориалов возложат цветы. Темой патриотизма в год мира и созидания будут проникнуты все мероприятия. Откроет праздничный марафон Дворец Республики. Уже сегодня здесь состоится торжественное собрание и концерт «Краина моей Мары». На сцене выступят известные артисты и талантливая молодежь. В фойе второго этажа развернется выставка достижений. В честь Дня Независимости Беларуси в Москве состоялось возложение венка к вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, представители постоянного комитета союзного государства, других интеграционных органов, российские парламентарии, белорусские дипломаты. Участники церемонии также возложили цветы к памятным знаком «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой» на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного королла под звуки военного оркестра. Штаты начинают агрессию против Китая. Госдеп разрешил первые военные поставки в Тайвань на сумму 440 миллионов долларов. Пентагону разрешена продажа пока что 30-мм боеприпасов и сопутствующего оборудования, а также запасных частей для военных транспортных средств. И, как всегда, официальная формулировка для повышения безопасности. После Украины ее применяют как раз для Тайваня. Пекин рассматривает подобные решения как нарушение принципов установления депотношений между двумя странами, суверенитета Китая и вмешательства в его внутренние дела. И вот украинские власти, видя, что у штатов поменялся фаворит, а оттого Киев все меньше любят и на Западе, увеличивают размеры дани внутри страны. Слуги народа резко повышают коммунальные тарифы. Уже с 1 июля простым гражданам придется больше платить за воду. Рост тарифов почти в два раза. Уже с сегодняшнего дня тарифы за электричество для украинского бизнеса тоже выросли. Рост на 80%. При этом цены на электричество для населения выросли месяц назад. Конечно, Евросоюз обещал Киеву помощь, однако деньги по пути пожирает коррупция. В Канаде худший сезон лесных пожаров. Площадь, которая хватила пламя, превышает все предыдущие значения. Более 8 миллионов гектаров по всей стране. В некоторых частях, где бушуют пожары, вертолеты с водой не смогли даже взлететь из-за густого дыма. Разгул огненной стихии уже привел к рекордным уровням выбросов углерода и ухудшил качество воздуха в Канаде и США. Июль. В Белоруссии встречают погодными контрастами. Сильный ветер, грозы до плюс 28. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 16 градусов тепла, а днем от плюс 19 по северо-западу до 27 тепла по юго-востоку. В предстоящие выходные в республике будет сохраняться неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением через территорию нашей страны атмосферных фронтов. В ночные часы фронтальные разделы обусловят осадки преимущественно в южных и западных районах республики. А уже днем кратковременные дожди будут отмечаться в большинстве районов страны. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от плюс 9 по северу до плюс 17 по западу республики. Дневной фон температур в основном составит плюс 20, плюс 27. Дождливую эстафету подхватит и начало следующей недели. По большей части страны осадки прогремят грозы. Художественная галерея Михаила Савицкого приглашает на выставку материальной культуры народа Камчатского края – коряков. Более 200 экспонатов из частной коллекции рассказывают о быте, верованиях и обычаях коренных жителей региона. На выставке, например, представлены раритетные украшения начала 20 века, коллекции сумочек из лапок гусей, резьба по китовому усу, а еще амулеты и обрядовые предметы. Помимо самобытной культуры народа, в фотографиях и картинах природа полуострова, собака и оленеводство – кочевой образ жизни. Ну и на этом у меня все. Новая информация в 15 часов с Людмилой Казак. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова